Приветствуйте, мой друг! Ты на канале Генераля. Меня зовут Виталя. Это For The People. Игра для людей. Что ж, продолжаем нашу игру. Смотрим, что нам принесет день грядущий. Какие у нас новые заботы, какие у нас новые хлопоты. А какие нам потребности нужны нашему подведомственному нам городу? Что нам нужно сделать? Так, для начала нам нужно ответить на этот грёбаный телефон. Звонят и звонят. Звонят и звонят. Ревер на связи. Рейн Коппер, по-моему, друг его, да, который там контрразведчик или фиг его знает кто. Алло, Фрэнк, это Рейон. Да, привет, что случилось? Нет, но скоро случится. Тебе должна прийти заявка на митинг от местных трудящихся из профсоюза. Так, а чё они митингуют? Я же не поддержал социальную новую политику медицинского страхования. Для главврача чё они митингуют? Или они в поддержку, может, меня вышли митинговать? Как думаешь? О как. Не скажу, что это нормально, когда рабочие вдруг сами подают заявки на митинг. Пусть даже и профсоюз. Обычно этим партия не занимается. У нас тут всё, они как у людей. Могу сказать, что менты закидывают меня своими запросами на проверку профсоюзного движения уже почти месяц. Но там всё чистенько, Фрэнк. Никакой контрреволюционной деятельности нет. И зачем тогда милиция пытается вставлять им палки в колёса? Может, потому что начальник УБ сын директора завода, которым недовольны рабочие. Эээ, не вряд ли. И ещё, Фрэнк, понимаешь, что у тебя нет формального повода им отказать. Но на твоём месте я бы не стал давать разрешения. Последнее, что нам нужно, неуправляемая толпа на главной площади города. Это может обернуться чем угодно. Так, а я их могу ОМОНом, ОМОНом загнать обратно. Мы же там ОМОН разрешили, да? Они за один день, наверное, сформировались. Успели. Не уверен, что отказ городского комитета их остановит. Что думал, то сказал. Решать тебе. Понял, принял. До связи, Коппер. Пока, Фрэнк. Так, у нас тут митинговать собираются. Войдите. Ой, привет. Доброе утро. А, доброе утро, Фрэнсис. Доброе утро, Хелен. Что у нас тут сегодня? В городской комитет пришла заявка на проведение митинга от профсоюза рабочих. Да, я же в курсе. Я какой начальник крутой. Я уже в курсе всех дел. Заранее, чем мне сообщит секретарь. Я уже сам всё знаю. А секретариат уже её рассмотрел? Да, заявка пролежала горкой почти неделю, ходила по комитетам. Ясно. Неделю, говоришь? Ну, могло быть и хуже. Оставь на столе, пожалуйста. Постараюсь с ним побыстрее разобраться. А с вашим темпом работы все остальные службы едва ли будут вас поспевать за вами? А, значит, буду для них примером. Может, это их подстегнёт. А, едва ли. Ну, будем надеяться. Пока. Иди. Мне тут дело выполнять. Надо мне какой-то конверт ещё принести. Так, а куда она это оставила? Заявку где? Чё-то я не понял. Так, это у нас тут дела важных персон. Я не знаю, куда заявку она оставила. Я не вижу никакого ещё документа. Так, может, вот здесь, в конверте, в этом. Так, нет, это опять какое-то расследование. Опять какое-то детективное дело. Так, что ж, давай-то приступим к нему. Приветствую, товарищ Ривер. Это снова Пауль Траубе. Представляете, девочки из почты подарили мне бутылку. Хорошего не коньяка. Так рады, что избавились от воплей и сальных шуток, заведующих Хопфер. Так, этот старика, ну, уже второй раз напишет, в предыдущий день он писал. Но пишу я не только за тем, чтобы поделиться радостью. Кажется, я снова откопал нечто интересное. А именно, подпольное казино. Только вдруг не подумайте, что я сам вдрызг проигрался и решил отомстить. Всегда предпочитал другие игры, да и пенсия маловато. А вот один мой старый приятель был грешен. Был, потому что переломы ребер напрочь отбили у него страсть к азарту. Собственно, с больничной койки он мне все это и рассказал. Находится наш притон на улице Теодора Найта, в полеподвальном помещении под бывшим музеем. Игроки собираются вечером и расходятся к утру. А внутри несколько столов для карт, холодильник с минералкой и пивом. За порядком присматривает некий молодой человек приличного вида. Скандалиста вышвыривает парочка быков, сидящих в отдельной коморке. Попасть в число избранных непросто, нужны рекомендации. Но зато не надо платить за вход, достаточно время от времени делать ставки. На первый взгляд, ничего ужасного. Ну да, незаконно, тут и фарцуют, импортом незаконно, но это все понимают. А приятель мой, допустим, Джек, тоже так думал. Тем более, что немного поиграть с Веста позволяли, наверное. Но вы уже догадались, что произошло дальше. В очередной раз проигравшемуся Джеку пришла в голову гениальная мысль одолжить немного денег у заведения. Чудо, разумеется, не произошло. И он отправился домой в глубоком минусе и с недельной отсрочкой. Даже тогда Джек не понял, с кем связался. И потому решил, что его кредитор запросто подождет лишние пару деньков. Это была большая ошибка. Спустя ровно восемь дней Джека встретили прямо в подъезде. Трое крепких кентийских парней даже не стали с ним говорить. Просто переломали медолаги кости. Само собой, милиции Джек про казино не рассказал. Поэтому ВВБ ищет обычных хулиганов. Подозреваю, что без особого усердия. Конечно, вы можете просто натравить на доморощенное казино товарища Честера. Вероятно, после этого казино закроется. Но где гарантии, что на завтра оно не откроется в соседней улице? Нет, с ребятами нужно разобраться всерьез. А это значит персонально. И вот Пауль Траубе снова воображается великим сыщиком. Само казино человеку с улицы в ход заказан. Поэтому пришлось нацепить старенькое пальто, помятую кепку и усеться с газетой на лавочке неподалеку от нужного места. Маскировка под бездельничающего дедушку сработала идеально. Как бы не вжиться слишком сильно. В первую очередь меня интересовали люди, заходящие внутрь раньше первых клиентов, которые приходят вечером. После этого требовалось как-то их опознать. И все это нужно было сделать быстро, иначе меня бы заметили. Но с этим справиться я кое-как сумел. Настоящая проблема была в том, как отличить обычных жильцов от работников казино. Я же не могу составлять по фамильной списке. Ладно. Положим, что Амбалов я узнал сразу. Это ребята Дженни Байл Спрингса. Но из них мы ничего не вытрясим. Тупы как пробки. Исполнительные, как хорошие официанты. Значит, ловить нужно крупье. Пришлось подумать. Сомнительно, что преступники потрудились бы все так слаженно организовать, если бы речь шла всего об одном подпольном игровом доме. Должен быть хотя бы еще один в другом районе. Вскоре я подтвердил свою догадку. А помогли в этом мне все те же быки, любившие приезжать к своему рабочему месту на такси. Рожи у них и впрямь колоритные. Так что оставалось опросить таксистов. А это дело техники и денег. К слову, довольно значительных для пенсионера. Была еще и опасность того, что кто-то из них навешивает мне лапши на уши и сам стуканю Спрингсу. Тогда жди беды. Впрочем, пока все хорошо. А как будет дальше, посмотрим. Второе облюбованное бандитами местечко, к моему удовольствию, оказалось совсем рядом с моей старой редакцией. Столько лет ходил мимо этих домов и не знал, что там гнездышко разврата еще похуже нашего. Пришлось рассиживаться и там. Спустя несколько дней я собрал информацию о двоих подозреваемых, которые являлись в обеих домах. Спасибо старым связям подвешенному языку. Еще один человек так и остался для меня загадкой. Оливье Круспе. 32 года. Проживает по соседству с казино на Теодора Найта. По идее, староват для нашего крупье, но выглядит весьма молодо. Приходит, как по расписанию, день через два. Вроде работает каким-то железнодорожником. Интересные отношения с соседями по лестничной клетке, которые натрез отказались что-либо о нем рассказывать. Либо они его любят, либо боятся. Женат на школьной учительнице, двое маленьких детей, 3-4 года. Живет Читак, Руспе, как все. Слышал это не один раз. Как-то мало подозрительно, что живут как все. Работает железнодорожником. Когда он успевает там-то крупье еще подрабатывать? Ну, вечером, как бы понятно, но не знаю, как-то сомнительно. Имря Войс, 24 года. Вывший студент нашего славного техучилища. Сейчас не пойми кто. Приходит в оба здания время от времени. Невидимой системы нет. Не учится и не работает. Был замечен в каких-то странных компаниях. Ходит в потрепанном плаще. Я бы и вовсе не стал его упоминать, но что-то с ним неправильно. Не так выглядят опускившиеся на социальное дно юнцы. Слишком уверенная походка. Слишком смелый взгляд. Плащ нарочито старый, а ботинки всегда чистые. Ну, или я просто схожу с ума под старость лет. И это обыкновенный бездельник. А это, скорее всего, он играть ходит, да? Потрепанный плащ, а туфли всегда начищенные. Ну и что? Ну, ухаживает за туфлями человек. И что? Пальто новое купить у него нет возможности. Потому что ходит, деньги все проигрывает в казино. И в одно, и во второе. Думает, может, какому-то ему повезет. Скорее всего, незнакомец, наверное, является крупье. Незнакомец. По виду младше Круспе и старше Бойса. Так, значит, получается, среднего возраста, да? А блондин в каком-то сером свитере, чуть ниже меня, обычного телосложения, дважды заходил в притон на Теодора Найта, один раз в притон рядом с редакцией. Больше ничего на него нет. Упоминаю его исключительно на всякий случай. Пока все. Надеюсь, что вы со всем этим разберетесь. Ведь даже законченные лудоманы не заслуживают того, чтобы им ломали кости. Пауль Троубе. Частый детектив. Так, дедушка вообще уже решил детектива конкретно играть, вот расследует все и так далее уже второй день подряд. Так, а как мы можем отреагировать? Официальный запрос областной комитет. Прошу провести оперативную проверку одного из ниже перечисленных коммунаров. Оливье Круспе, жизнедорожник Семенин. Им приводит студент Неряха, незнакомец, о котором ничего не известно. На предмет связи с нейропейцами и жизнедеятельностью. Давай незнакомца, наверное. Этот просто как бы домой приходит. Да, подожди, а он во втором тоже появлялся, да? Так, закройте пока. Во втором доме игровом. Так, это он проживает рядом по соседству с первым казино, да? Приходит как по расписанию день через два. Так он на смену ходит на железнодорожную. Вот он приходит по расписанию день через два. Он, ну, день работает, два дома или наоборот как они тут работают. Вроде работают как-то с железнодорожником. Так, здесь нет информации, что он и ходит во второе казино. А, ну, в принципе, Круспе может быть в первом. А где как, если день через два он приходит домой? То как он может в Круспе каждый день работать? Ой. Вообще закрыл. А этот просто студент ходит, играет. Так, незнакомец. Будем незнакомца расследовать. И я думаю, это, скорее всего, оно и есть. А вы изложили свои подозрения в отношении незнакомца. Прекрасно понимаю, что вряд ли его кто-нибудь найдет. Так и произошло. Впрочем, это само по себе подозрительно. Если в СНОК кого-то не могут найти, значит, это кому-то нужно. Оба известных казино закрыты. Но надолго ли? Ха. Ну, скорее всего, да. Казино просто так работать не будут. Без крыши, без прикрытия из каких-то силовых ведомств. СНОК это наше государство, так называется. То есть, если на нашем государстве не могут кого-то найти, значит, кому-то нужно. Ну, по-любому, какие-то прикрытия есть. Наверху мы отправили эти ориентировки, да. Казино как бы временно прикрыли. Ну, откроют в других местах. Ну, незнакомец по-любому. По-любому это есть тот, кто нам нужен. Не знаю, может быть, какое-то продолжение будет у этой детективной истории в дальнейшем. Товарищу главе городского комитета Железного-1. Уведомление о проведении публичного мероприятия. А, вот оно. В соответствии с коммунным законом о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, номер 41 от 19.6.368 года, группа коммунарова уведомляет вас о проведении публичного мероприятия в форме митинга. Место проведения митинга. Площадь Клауса Вольфрама. Это у нас под окнами, я так понимаю, да? А, дата и время проведения публичного мероприятия 19 сентября 1988 года с 12 часов 30 минут начала сбора до 15 часов 00 минут. Так, 3 часа они там будут, ну или 2, 2,5. 19 сентября у нас, у нас какое сегодня сентября? 17, да? 17. Через 2 дня хотят помитинговать. Но я думаю, к тому времени какой-никакой ОМОН у нас должен сформироваться, если что разгоним. Цель публичного мероприятия митинг в поддержку возвращения старой модели медицинского страхования. Понятно. Предлагаемое количество участников публичного мероприятия в форме митинга 1000 человек. Во время митинга будут использованы сцены, звукоусиливающие аппаратуры, плакаты, флаги и другие средства наглядной агитации. Обеспечение общественного порядка гарантируем. Так, ну они вроде не собираются тут устраивать какие-то беспорядки, а наоборот. Вот. Они просто хотят попикетировать, сказать о том, что мы против медицинского страхования, против модели медицинского страхования новой. А, они не вообще как бы против ее, а они против новой. Они за возвращение старой модели медицинского страхования. Значит, там было лучше, удобнее. Да, их можно поддержать. Я как бы по сути уже начал их поддерживать. И вообще мы... За обычных-то людей мы поддержим обычных людей. Да, я, наверное, разрешу. Пусть митингуют. Я даже, может... Будет возможность поддержать их требования и вернуть старую модель медицинского страхования. А почему бы нет? Жители сразу ко мне начнут офигенно относиться. Так, 56. Да, кстати, спасибо. В комментариях написали. Да, и 56, этот флажок. Это на к нам отношение партии. Блин, я бы мог и сам прочитать, на самом деле, наведя. Я просто не догадался. Отношение партии к вашей деятельности. При слишком низком значении партия задумается о вашей замене. Это отношение партии. А это отношение к нам жителей города. Это у нас тут падало в прошлой серии отношение партии к нам до 40 с чем-то. Смотрите, до 56 поднялось. Это потому, что мы трубы отгрузили по плану. Да, и поднялось отношение. У нас падало, потому что мы деньги запрашивали в обкоме. Форум и метод обеспечения гарнизаторами. Публичное мероприятие. Общественного порядка. Организация медицинской помощи. Должны осторожность. Гранизаторами мероприятия. Инструктирование участников публичного мероприятия. Обеспечение участников информации о номере вызова милиции. Скорой помощи. Вызов скорой помощи при необходимости. А, то есть они вообще там настолько классно организовано. Все так продумано. Все должно четко быть спокойно. Окей, даже фамилии представляют тех, кто будет у нас с номерами паспортов. Фамилии, имена, организаторы публичного мероприятия. Сведения об их месте, жительство и номере паспорта. Джек Рид. Там-то живет. Гимаунти. Так, понятно. Номера паспортов мы зачитывать не будем. Зачем нам это нужно? Фамилии, имена, лица. Суполномочен, организаторами публичного мероприятия выполнять распорядительные функции по организации проведения публичного мероприятия. Джин Крид. Так, те же самые. Разрешить проведение митинга. Запретить проведение митинга. 10 сентября. Так. Сделали. А что-то говорят там неделю уже. А, ну да, сегодня 17 сентября. Да, неделю шло это уведомление до меня. Давай разрешим им. Они вроде как так прям нормально, нормально подошли к вопросу. Все у них должно быть спокойно. Все у них продумано. Никаких беспорядков. Порядков. Все четко. И милицию будут вызывать. И скорую будут вызывать. Если нужно сами. Все отлично. У них тысяча человек придет на площадь, помитингуют с флагами. Нормально. А если будет возможность поддержать их, я даже поддержу, наверное, и верну старую систему медицинского страхования. Почему бы нет? К нам сразу шахтерского района. Это же шахтерские районы. Работяги, шахтеры, которые работают на заводе. Им это не нравится. Но сразу с разочарования поднимется до, не знаю, до удовлетворения. Удовлетворенность. Хорошие отношения. Отличное. Давай. Заявка одобрена. Отлично. Дальше что у нас там? Уважаемый главе горкома Железного 1, товарищ Фрэнсису Риверу. Товарищ Ривер. Не знаю, проверил ли кто-нибудь этаж выше на предмет нарушения общественного спокойствия. Я плохо хожу. Практически не встаю с кровати. Но в последнее время шум не столько не стих, а стал еще громче. Обращаюсь к вам еще раз. Если это в ваших силах, то проверьте это злосчастное место. Я герой социалистического труда. Я не могу даже позволить себе спокойно выспаться на пенсии. Еще раз напоминаю свой адрес. Улица Оранжевого знамя, дом 14, жилое помещение 42. Уповаю на вашу сознательность и уважение к трудовым героям нашего славного содружества. С уважением, Алистер Шеллоу. Я не хочу больше видеть жалобы от этого человека. Это у нас в первый день. Он писал на то, что у него там шум какой-то, да? Этажом выше. Мы отправляли к нему муниципальную службу. И они там ничего не обнаружили. Может, туда ООБ отправить? А что там муниципальная служба? Она там, по-моему, походила, поспрашивала соседей, да? Те сказали, нет, мы ничего не знаем. Ну, это УВБ отправим вообще. В принципе, деньги есть, давай. Я не хочу больше видеть жалобы от этого человека. Он постоянно будет писать, но это отказаться вообще получать их, да, наверное? Возможно, это его. С ним беседу провели, чтобы какие-нибудь наши молодчики ОМОН, да? Чтобы он больше не писал, да? Избили его. Нет, давай тогда УВБ еще отправим. Давай посмотрим. Сейчас еще раз лоханемся, да? А милиционерам удалось достучаться до соседа Шилова, живущего этажом выше. Им оказалась милая старушка появительного Шоперта. Сомнительно, что она способна неделями подряд доводить старика странными шумами. Может, он там полы моет, убирается, да? Ему там шум не нравится. Ну, там просто ходит этажом выше, да? Над ним. Господи. Наверное, радио громко слушает. Возможно, она там глухая, поэтому до нее едва достучались, видишь. Главе горкома города Железный найден товарищу Фрэнсису Риверу. Товарищ Ривер, у нас в городе творится нечто совершенно возмутительное. Я первый главный редактор Железного Вестника. Работал в газете с момента ее основания. Недавно я вышел на давно заслуженную пенсию. Да что мне все пенсионеры какие-то пишут? Все на пенсии. И что же, на мое место вдруг поставили некую Сару Честер, которая даже пишет с ошибками. Это редактор-то? Явный перебор, даже для человека с такой фамилией. Я взываю даже не к профессионализму или по состраданию, но к банальному читательскому вкусу. Прошу, сделайте этой дури выговор. А лучше выгоните в заше и возьмите на ее место кого-нибудь грамотного. С уважением, товарищ Гюнтер Шустер. Короче, Честеры уже в редакцию запихнули на должность главного редактора свою уже какую-то там... Какую-то свою однофамилицу уже, какую-то свою родственницу, блин. А выговор это максимум. Сару Честера нельзя уволить. Просто нельзя. Ну думаю, что да. Они тут уже власть захватили в городе, эти Честеры, блин, везде просто своими щупальцами пронизали весь город. А мне вот почему-то кажется, что Сара Честер прекрасный редактор. А я не знаю, это поклеп на нее или она действительно пишет с ошибками. У нас там газета была при насилии, я там не видел никаких ошибок. Орфографических. Ну, я не знаю, давай выговор сделаем, может правда там пишет с ошибками, не знаю, может поклеп это на нее. Я как бы сейчас отношение не испортил с Честерами. Ну, давай ладно. Сара Честер получила заслуженный выговор. А, значит окей, это не поклеп, значит все правильно сделали. Хорошо, слава богу. Теперь ей придется пройти краткий курс переподготовки под началом товарища Гюнтера Шустера. Под его же руководством. А возможно ее родственники будут слегка недовольны, но им придется смириться. Ну, вроде как нормально. В главе горкома города Железо найден товарищу Фрэнсису Риверу. Рейон Коппер. А, подожди, это кто? Это... А, это этот наш друг, который нам звонил, по-моему, да? Который контрразведка или кто он там? Фрэнк. Вчера парочка обделенных природой детин из УВВ сцепились друг с другом на почве национальной матью ненависти. Дело было так. Сержант Карл Келлер и рядовой Джон Оксли патрулировали улицы, как вдруг наткнулись на пьяного кентица, вопившего что-то непотребное про товарища Ганса Бауэра, местную партийную шишку. Дескать, тот притесняет несчастных кентицев Железного 1. Келлер приказал своему подчиненному задержать алкаша, но тот сначала отказался это сделать, а потом и вовсе накинулся на сержанта с кулаками. Благо, быстро подоспели дружинники, которые помогли скрутить Оксли и доставить ее к нам в отделение. Теперь самое интересное. Понятное дело, что по-большому Оксли заработал себе лет 10 тюрьмы, но, Фрэнк, не мне тебе рассказывать про интернациональную обстановку на нашем славном городе. Посадим дурака, и все может стать еще хуже. Так что думай сам. Дело сложное. Поэтому к твоей рекомендации прислушаюсь. Закон есть закон. Дело надо замять, а с Келлером поговорить, чтобы он сам болтал поменьше. Так а что он болтал поменьше? Он просто приказал задержать этого нарушителя спокойствия, да, а тот, оказавшись кентийцем, да, второй, Джон Оксли, я так понимаю, он выступил в защиту этого пьяного кентийца. Рядового под суд. Сержанту надо дать понять, что в следующий раз вел себя осторожнее. Этого самого Бауэра тоже надо проверить. Вдруг Оксли был прав. То есть вариант, я понял, три варианта. Наказать первого, да, который напал, то есть этого Оксли, который напал на сержанта или на кого там, на своего старшего по званию, защищая лкаша кентийца, который там кричал, что какие-то непотребства, это он занять дело, да, а тому приказать заткнуться, который пострадал, да. Третий вариант, как бы, обеим, обеим устроить веселую жизнь. Давай, наверное, второй вариант, как бы, наверное, скорее всего, оба неправы, да. Ну, этого как бы подсуд в любом случае, а этого тоже проверить. Возможно, он тоже был неправ. А Оксли был прав за то, что с кулаками кинулся на того. Возможно, этот стал оскорблять этого пьяного, да. А этот не выдержал и накинулся на него, набросился. Давай, наверное, этот вариант выберем, мне кажется, самый нормальный. Как бы, мы накажем одного и, возможно, второго, и это не вызовет каких-то беспорядков в городе. Беспорядки могут на почве национальные неприязни возникнуть, когда мы наказываем одну нацию, представителя одной из наций, да, а вторую не наказываем. Хотя, возможно, она, как бы, тоже виновата была. Или она непосредственно виновата была. Поэтому давай обоих накажем. Это не вызовет никаких беспорядков, потому что и тех, и тех наказали, как бы, и все, никто не восстанет с криками, типа, блин, нас гнобят, а эти, как у них, какая-то титульная нация. Давай всех наказывать. Рядового Оксли ждут пять лет колонии с лишением всех званий. Ну, пять лет, нормально, а то там десять вообще этот предлагал. Если бы первый вариант выбрал, значит, десять бы ему дали. Его жене и двум маленьким детям придется уехать к родне в Голден. Сержант Келлер извлек нужные уроки, сложившись в ситуации и продолжил свою службу на благо Содружества. В отношении товарища Бауэра была проведена проверка, производителем которой стало ясно, что он действительно испытывает неприязнь к антийцам. На этом его партийная карьера закончилась. А, окей, этого выгнали из партии за то, что он националист. Но он остался дальше на должности своей работы. Этого в колонию отправили за нападение на старшего по званию. Так, тут не вижу, чтобы у нас отношение упало. По-моему, 56 было отношение партии, 57 сейчас стало. Да? По-моему, 56 было. Главе горкома города Железный 1 товарищ Фрэнсу Риверу. Добрый день, товарищ Ривер. Мне пришло письмо от полковника Винтерштая, командующего расположенной за городом военной частью. Он пишет, что до недавнего времени заболевших военнослужащих направляли в военный госпиталь за два с лишним десятка километров от Железного 1. Но недавно госпиталь почему-то закрыли. А везти больных солдат еще дальше не только дорого, но и опасно. Минспункт самой части переполнен, врачи не справляются с нагрузкой. Винтерштай просит временно разместить пациентов из его полка в городской больнице. Я считаю, что мы не вправе отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Тем более нашим защитникам. Надеюсь, что и вы того же мнения. Требуется не только мое, но и ваше распоряжение. С уважением, Карл Беккетт, главврач первой городской больницы Железного 1. Я и правда так считаю... Так, а какая разница? Там мест не хватает в больнице или что? Есть места? Этот просит разместить пациентов из его полка в городской больнице. Я считаю, что мы не вправе отказать в помощи тем, кто нуждается. Ну а... Ну, так размещайте. Тот за, ты за, все за, солдаты за. Я не знаю. Конечно, разрешаем. Я и правда так считаю. Армия есть армия, город есть город. И вместе им не сойтись. Странно. Сам я таких решений принимать не могу. Лучше попросить инструкции в области. А-а-а, возможно, если я это разрешу, то я превышу свои должностные полномочия. В этом, что, что ли, загадка? Этого квеста. А вот не знаю уже. Уже не знаю. Или мне в области скажут. Да вы что, там вообще бестолковые. Ты не можешь принять такое простое решение, что ты каждый раз нам в обком звонишь. Не, давай это примем. 57 процентов. Вроде не изменилось. Казалось, военные врачи остались доволен вашим решением. Однако скоро выяснилось, что здание больницы не рассчитано на такое количество пациентов, а ресурсов на всех просто не хватает. Хуже того, солдаты стали сбегать в город, нарушая собственный устав. Сведения об этом дошли до областного комитета, который в резкой форме приказал вам освободить городскую больницу от военнослужащих. А-а-а. Но отношение вроде не испортилось пока что. 57. Возможно испортится в качестве дня. Вальсфрамский район для товарища Фрэнсиса Ривера. Ой, кто нас это пишет? Женщина пишет. А воистину печально, что век прогресса и социальной справедливости до сих пор не избавил нас от чумы религиозного мракобесия. Глупые побосенки про боженьку, а все еще отравляют наше общество, отдаляют неизбежное, но окончательное торжество коммунного социализма. И зачем? Да чтобы бормотать бессмыслицу, воображая себе сидящего на облаке старика с бутафорской бородой. Глупость и подлость. Глупость и подлость. С их стороны и чрезмерный гуманизм. Излишняя мягкость с нашей. Но не подумайте. А не судить мне планы товарища Стила. Он мудр. Многого мы еще просто не понимаем. Да вы и сами верно знаете, все это не хуже меня. Ведь партия не поставит, а бы кого управлять целым городом. А пишу я по вопросу, который сильно меня беспокоит. Пережитки старорежимной веры. Феномен хоть и противный, но неизбежный. Новые секты. Вот настоящая проблема. Все чаще бездельничающие молодчики занимаются абсурдной и опальсной деятельностью вместо приносящего радость созидательного труда на благо с ног. Страшно. Страшно признаться. Но один такой элемент нашелся даже в нашей организации. Паршивец по имени Алекс Спрайт развесил по своей комнате издевательские иконы, на которых в безображенном виде были изображены известные актеры, общественные деятели. И даже, вот наглость, некоторые товарищи из партии. Конечно, мы сию же секунду исключили перевертуша и сообщили куда следует. Дорого им обойдется эта шуточка. К сожалению, есть все основания предполагать, что у нас в городе прячется еще не один такой брат. Я даже опасаюсь, что эта новомодная религия скоро станет популярной среди идеологически неустойчивой молодежи. Поэтому я опишу вам с предложением организовать серьезную, толковую работу с нашими молодыми людьми на совершенно новом уровне. Вы, глава славного города Труженика Железный-1, своим отеческим наставлением поможете остановить это поветрие, сможете помочь нам избежать низменных препятствий вроде недостаточного финансирования. Ангела Гаутмана, активист ячейки Арсом Вере Бой. Так, это какие-то атеисты, да? Какая-то ячейка атеистов. Ну, говорящийся с религией. Чересчур официозно, но что-то разумное в этом есть. Похоже, надо мной издеваются. Я уже как бы не первый день здесь на этой должности, и у меня такое сложилось уже впечатление, что если что-то предлагают, где у нас либо согласиться, либо отказаться, то в первый раз там, например, три тысячи будет, да? А через день, если мы откажем, через день случится событие, как бы развивающее эту тему дальше, и у нас уже, чтобы это погасить, то есть ведущее уже к более плачевным последствиям, вероятно, и чтобы это погасить, чтобы это прекратить, вакханалию эту, у нас уже будет шесть тысяч. То, я так понимаю, все эти фигнюшки имеют дальнейшее продолжение. У нас так было и с, вспомни, с электрическим псом, да, который радио там хулиганил по радио. У нас первый раз можно было за три тысячи его сразу прекратить деятельность. А потом он, стали жители уже города жаловаться, что такое, забил весь эфир, мы не можем слушать пропагандистские передачи, и слушаем его трёп, мат, и чёрт знает что. И уже шесть тысяч потребовалось. И это не единственный пример. У нас там было что-то ещё про, это в прошлой серии, по-моему, даже было, про этих, вандалов, вандалов. Там тоже какая-то общественная организация, какая-то активисты обращались, какое-то общество, типа вандалы там надо сюда, ввести добровольное дежурство в места, где там агитплакаты, парки и так далее, чтобы вандалы там ничего не делали. А мы отказали, на следующий день появилось уже от ОВБ, по-моему, или от А, от политотдела, что плакаты портят, марают, и уже шесть тысяч мы тратили на то, чтобы плакаты обновить, и чтобы их не марали. Поэтому давай, наверное, примем это, иначе будут более тяжёлые последствия, я уже так понимаю. Тут игра таким образом устроена. Возможно, ошибаюсь, но у меня такое уже выработалось ощущение. А вы согласились с предложением Ангелы. Серьёзная, толковая работа оказалась серией довольно заунывных лекций, но школьники были рады возможности прогулять уроки, а разговоры про странную секту действительно стали сходить на нет. Вот! Мы всё правильно сделали. То есть действительно странная секта действительно начала здесь активизироваться. А мы, проведя эти лекции, так или иначе как-то привлекли общественное внимание к этой проблеме, да? И это получило, видимо, порицание со стороны других жителей города, родителей этих студентов, школьников. Ну, если их родители узнали об этом, что есть такая секта, провели, наверное, дома беседы со своими, типа, ты смотри, не влясь в эту фигню. И всё, секта стала сходить на нет. Арсомский район, товарищ Ривер. Так, это Честер пишет нам, Джон Честер. Как вы знаете, рядом с нашим городом располагается воинская часть. Не хочу сказать ничего плохого про товарища Винштерштая, но его подчинённые не раз доставляли нам проблемы. Пока всё ограничивалось самоволками, пьяными драками. Но кто знает, что ещё может вбрести в голову вооружённым молодым людям. Поэтому я предлагаю заранее подстелить соломку и организовать дополнительное патрулирование города и его окрестности силами отрядов добровольной помощи и милиции. Дружинники будут ловить сбегающих солдат ещё до того, как те нахлистаются слишком сильно. Разумеется, мне нужно ваше разрешение и средство на организацию отрядов. С уважением, полковник Джон Честер, начальник ООБ по городу Железному-1. Хорошая идея. 6 тысяч Честер, как обычно, преувеличивает. Поставим пару лишних постов на въездах в город и дело с концом 3 тысячи. И слышать ничего не хочу вояках. Я глава города, а не вшивый генеральшка. Мне кажется, скорее всего, опять же, лучше, лучше поддержать, потратить эти 6 тысяч. У нас деньги есть. Потратить эти 6 тысяч, и чтобы действительно пусть организуют там, наблюдать за солдатами. Иначе действительно, скорее всего, если мы откажемся, то на следующий день произойдёт какой-нибудь инцидент. Пьяный солдат с оружием кого-нибудь пристрелит, устроит какую-нибудь стрельбу, ещё неизвестно что и так далее. Какие-то выходки пьяные. Давай, ладно, по полной программе. Иначе у нас потом будет уже не 6 тысяч, сейчас 12, а то, может, и 20, чтобы ликвидировать последствия. Давай. Я так понимаю, вот так, наверное, надо действовать. Вы одобрили план Честера, теперь город будет спать спокойно, особенно во время праздников. Однако спокойствие досталось ценой непредвиденных финансовых затрат. Да ладно, зато будет отношение у нас отличное к нам городских, и партии, и всех остальных. Так, всё, закончились, да? Ну, кто-нибудь будет заходить? Эй, войдите! Есть кто? Алё? Так, никого. Квесты у нас есть. Так, у нас тут просадки, просадки, просадки. Так, давай сразу это отрегулируем, и мы потом займёмся квестами. У нас там овощебаза, ещё что-то там было. Так. Так, у нас тут нормально. Ну как нормально, а в следующий день вообще уже как бы надо будет завозить. Завозить, завозить. Руда минус 5. А, потому что мы новую не привозим, да? Требуется 5. А-а-а! Я, кажется, понял. Ага. Да, 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 да. А, всё понятно. А-а-а! Так нам, получается, это нафиг не надо. Я про руду. Блин, а у нас тут огромное количество её. Я так понимаю, наверное, здесь, скорее всего, тоже у нас есть... Мы производим металлические изделия, но у нас, вероятно, есть и какие-то шахты. То есть мы производим и руду, и металлические изделия. И если мы работаем в стандартном режиме, то нам не требуется дополнительная руда. То есть сколько город сам производит, столько потребляет. Ну, короче, как бы не нужны дополнительные ресурсы, не нужна дополнительная руда из другого городка, соседнего из железного 2. У нас, видишь, в стандартном режиме, и руда не потребляется, новая не завозится, и это не расходуется, которое на складе мы натаскали уже с железного 2, новой руды. А если мы будем увеличивать интенсивность работы завода... Всё, я теперь разобрался. Вот, становится минус 5. То есть требуется дополнительная руда сразу им. А-а-а! Господи, так нам хватит тут, блин, на предельном режиме работы ещё на 12 целых дней этой руды. Так мы не будем новую, значит, руду завозить. А-а-а! Всё, теперь наконец-то я понял. А я вожу-вожу руду, не могу понять. А сколько мне её надо? Да, вообще её нисколько не надо, если в стандартном режиме. Это для каких-то предельных ситуаций, каких-то форс-мажорных, когда надо будет много-много произвести, даже несмотря на мнение граждан о нас. Ну, кстати, мы выставляли на интенсивный. Там, по-моему, по единичке отнялось у трёх категорий, у трёх районов, да, у одного не отнялось. И нормально было. Так, ну нам, наверное, этого хватит. Так, по восьмёрке везде минусы. Так, мы сможем по шестёрке получать. Так, значит, шахты нифига не заказываем. Так, нам надо будет уже заказывать и медицину. Нам всё надо заказывать в интенсивном режиме работы у них, да. Всё, кроме руды. Нам этой руды, как бы, уже этих запасов хватит. Не знаю, тут на полигре, может, до конца игры. Так, смотрим. Нам не хватит сейчас труб заказать много, да. Можно даже интенсивный режим и не вводить. Так, в первую очередь нам нужно будет заказать пищу, да, потому что там большая просадка по ней. Уже как бы в минус уйдём. И заказать горючее. И заказать... Ой, то есть не горючее, подожди-ка, это лекарство. Так, и заказываем лекарство. 12, а нам, наверное, не хватит. Нет, должно хватить. На десяточку хватило. Всё, плюс 4, плюс 2. Здесь у нас есть запасы, поэтому в минус не уйдём. А на следующий день у нас 32 руды произведётся. И должно быть нам нормально хватить. Подожди, а будет ли нам хватать? Будет ли нам хватать в усиленном режиме это всё заказывать у них? На 32 руды. Итак, 6 и 3, 9. Так, только вот это не считаем. 12, 21, 27. А, нам 27 всего лишь руды нужно, чтобы полностью в интенсивном режиме все заказать продукты, все необходимые нам эти вот штуки, кроме руды. Нам даже и руду можно будет заказывать, но нам её нафиг не надо заказывать, у нас уже гигантские просто запасы. Всё, нормально, да. Не надо на интенсивный режим никакой переводить. Вот так нормально будет, 32 произведётся, всё закажем. Всё, да, всё нормально. Всё, отлично, пошли дальше. Пошли дальше решать эти самые головоломки тут. Так, что у нас закончилось, да, по вещей базе? Чем закончилось-то, ходим. Агент поговорил с подозрительным бухгалтером и пытался убедить его во всём признаться. Увы, собеседник нашего агента лишь посмеялся над ним. Видимо, не нужно было так усердно намекать на свою причастность к органам. Это возымело обратный эффект. Прискорбно, что вы не справились с поручением, которое не должно было составить трудности для руководителя вашего уровня. Наводит на определённое размышление, не так ли? Подумайте об этом, пока инцидентом занимаются настоящие профессионалы. Так, отношение партии вроде не упало пока что. Блин, провалили, да? А провалили почему? Потому что я вот этого отправил, который милиционер. Стажёр. Видимо, не нужно было так усердно намекать на свою причастность к органам. Он намекал на свою причастность к органам. И это возымело обратный эффект. А возымело обратный эффект почему? Потому что у них, наверное, крыша в органах, да? Наверное, Джон Честер в доле по похищению овощей, да? Начальнику ВВБ. Так, что ли? Наверное, да. Слушай. Надо было бабульку отправить. Бабулька там бы всё разрулила просто вообще без вариантов. 61 год. Ну, а потом справилась бы на отлично, блин. Блин, да попробуй угадай тут, да? Такие, блин, загадки. Лотерея какая-то. Так, домогательство. Как там? Домоглись тебя, нет? Агент устроился в редакцию Железного Вестника под видом стажёра и попытался разузнать правду о поведении Броуди. Всё прошло успешно. Он узнал, что анонимное обвинение справедливо, и Броуди действительно не даёт прохода любым молодым девушкам, которые попадают в редакцию. Я надеюсь, ты не сильно там пострадала? А, может, тебе ещё понравилось. Отдыхает, видишь, она у нас. Отдыхает. У неё бурная ночь была, наверное. В пределах разумного, значит. Это можно. Отправим кого-нибудь покрепче. Пусть растолкует товарищу, что к чему. Броуди уже уволился. Просто сам ещё об этом не знает. Пора его просветить. Не вижу смысла с ним разговаривать. Лучше сразу идти к главному редактору. Намекнём Саре Честер, что её сотрудником занимался горком. А, так он не главный редактор. У нас Сара Честер там главный редактор. А он кто? Броуди этот, я уже не помню. Я что-то не думал, что он главный редактор. Не, ну значит какой-то просто редактор. Я не совсем понимаю здесь варианты. Это силовой какой-то вариант, да? Отправим кого-то покрепче, чтобы он растолковал товарища, что к чему. То есть его избить, возможно, да? Чтобы он перестал этим заниматься, да? Боялся. Это напугать его увольнением, да? Припугнуть увольнением, что тебя мы уволим, если продолжишь такой фигнёй дальше заниматься. А это пойти сразу к главному редактору. Она может не испугаться. Это Сара Честер того, что мы внимание своё, уделяем её подчинённым. Типа, ну, как бы, это плохо на ней отразится, да? Почему она проморгала это, не заметила и сама не справила эту ситуацию. Это же её подчинённый, в конце концов. Это же порча её репутации. Репутация будет подпорчена. Но она может и пофигу нас послать куда подальше. Она же Честер. У них тут всё схвачено, у их семейства. У их клана, я бы даже сказал. Тут целый клан, блин, Честеров. Ну, можно попробовать, но, мне кажется, не сильно большой возымеет эффект. Но, с другой стороны... Не знаю. Да, давай попробуем так. Бабульку, наверное, отправим. Она же работала там у них, да? Да, она работала, кажется, поднята в Железном Вестнике. Во! Во, бабуля! Бабуля, я вижу для тебя задание. Отправляйся. Это ж твоя работа там. Ты там отдала сколько лет. А хотя, подожди-ка. Она у нас как бы со скандалом оттуда ушла, да? Ну, её, я так понимаю, да, статью, наверное, накатала на какое-то руководство города, на обком, ещё на какую-то партию. Её туда в школу прогнали библиотекарем работать. Возможно, у неё подмоченная как бы репутация плохая там в Железном Вестнике. А может, наоборот, её коллеги знают, что она как бы нормальной была, репортер, честный. Сказала всё честно, а её сослали, выгнали оттуда. По приказу сверху, да? Возможно, к ней очень хорошо относятся. Ладно, давай отправим её в любом случае. Пусть она разговаривает с нынешним главным редактором Железного Вестника. Войдите! Ой, милочка, входи. А, Фрэнсис, вам пришли какие-то документы из УВБ? Спасибо, Хелена, оставь на столе. Какие-то документы из УВБ? Какие ещё документы? А ещё к вам посетитель. А он не представился? А представился товарищем Штрассером. Он, кажется, не местный. Штрассер? Это же один из моих преподавателей. Хелен, пригласи его, пожалуйста. А хорошо, Фрэнсис. Смотри, музончик как сменился такой, да? Ха! Оу, мне нравится. Музончик прикольный. Так, здравствуйте, товарищ Штрассер. Очень рад встрече. Какой-то прожжённый дядька-партиец. Привет, Фрэнк, я тоже. Не ожидал вас здесь увидеть, какими судьбами. Сюда меня привело дело о самоубийстве Лесли Тёрнер. Она была заслуженным партийным работником и даже считалась потенциальной преемницей товарища Лейбовски. Но после того, как на его место назначили тебя, она купила верёвку и мыло. А вы всегда умели поддержать, товарищ Штрассер. Ха! Правда глаза колет, да? Ладно. Я не из-за этого пришёл. Хотел увидеться с своим любимым выпускником. Войдите! Вообще я занят! Чё вы там шляетесь? Блин, да друг пришёл. Да чё вы себе сошлись ко мне тут? Здравия желаю, товарищ Штрассер. Фрэнк, привет! Здравствуй, Рэй. Привет, дружище. Да чё вы тут с вами все посбежали? Сейчас ещё с УВБ придёт Джон Честер ко мне, наверное. А, как у вас дела, товарищ Штрассер? Я слышал, вы по делу Тёрнера. Да, пустая формальность, скучное дело. Её приёмная дочь утверждает, что Лесли в последнее время слильно приживала из-за гонки за кресло горовой горкома. Люди иногда просто сгорают, совсем как спички. А, товарищ Штрассер, неужели вас потревожили на пенсии из-за такого пустяка? А, мне самому было скучно сидеть дома без дела. Но отвечая на твой вопрос, не поэтому. Мой коллега-следователь не так давно умер. Среди молодых не нашлось подходящих кандидатур. Вот мне и предложили занять его место. А вы рады были, товарищ Штрассер? Да, был. Как говорится, партия сказала, надо. Арсамист ответил, есть. Староватый вы для Наражего Союза Молодежи, товарищ Штрассер. Невежливо так говорить, Фрэнсис. Лучше расскажи, как тебе новая должность? Чувствую себя полезным, правда, голова кругом от количества дел. Только думал, что совсем на сегодня закончил, как прислали что-то из ВВБ. О, кажется, я знаю, куда ты клонишь, Фрэнк. А намекаешь, что для меня тут есть халтурка? А, нет, товарищ Штрассер, я бы не хотел беспокоить вас своими проблемами. А, не волнуйся, Фрэнсис. Я буду рад помочь. Работать на благо трудового народа мне всегда удовольствие. А если нужна будет моя помощь, обращайтесь. А, Фрэнсис, давай посмотрим, что тебе прислали из милиции. Надеюсь, там что-то интересное. Дело 88, дробь 31, 182. Какие-то трупы, какие-то кровавые лужи, брызги, крови. Что такое там случилось? Ух ты, господи, боже мой. Так, сегодня телевизор у нас затянется. Какие-то прям тут пошли происшествия жесткие. В период с 13.09.1988 под 16.09.1988 были выявлены три случая причинения горожанам насильственной смерти в городе Железный 1, имеющей общие черты. 13 сентября был убит Рудольф Гатт, дело 88, дробь 1, номер 161. 15 сентября был убит Карл Фишер, дело такое-то. 16 был убит Арнольд Шнайдер. 17 сентября дело 88-161 дело так, дела, короче, были объединены в дело 88-31, номер 182 в причине схожего характера преступления. Дело 88-31, номер 182 передано следователю Винни Фреду Локсли. Следствие предполагает, что это работа серийного убийцы. Ни хрена себе! Такой вывод был сделан наставании полученных данных. Все жертвы являлись партийными работниками из города Железный 1, а именно Рудольф Гатт, Карл Фишер, Арнольд Шнайдер. А кто-то убивает партийных работников. Какой-то маньяк! Какой-то сексуальный маньяк! Он чувствует что-то к работникам партийных органов. Какие-то склонности, да, убивает их. Он хоть не насилует их, нет? Жертвы были несовместимы с жизнью удары в области грудной клетки с использованием логичного орудия преступления кухонный нож. Убийства были совершены в Басарском районе. Да, может, это не какой-то серийный убийца, может, какой-то... Может, тот вот ветеран войны, оскорбленный отношением власти к нему, от которого было с прошлой серии в конце, да? Может, он пошел и убивать всех партийцев, блин, потому что они сволочи, да? Ну, по его мнению. Но мы нормальные, мы партия, особенно я. Я в партии вообще самый справедливый человек, самый ради людей, самый хороший. Меня не надо убивать. Убийства были совершены в Басарском районе. А я в каком проживаю районе, я не знаю. Мне надо опасаться, не? Все преступления были зарегистрированы в вечернее время суток с 20.30 до 21. С 20.30 до 21.15 и с 19.15 до 22.00. Рядом с телами были обнаружены ювелирные изделия из меди. Амулет, брошь, гребень для волос. Это он что-то подбрасывает им какие-то штуки? Ну, это правда маньяк какой-то. Амулет, брошь, гребень для волос. Может, он возвращает какие-то предметы, может, это... Действительно, просто какой-то оскорбленный именно этими людьми человек и эти как-то предметы связаны с ним. Эти предметы у разных людей лежали, да? Амулет, брошь, гребень для волос. Но, судя по всему, это женщина на любых убивает. Судя по предметам. Свидетелей происшествия обнаружены не было, а также отпечатков пальцев. Фотографии с мест преступления прикладываются к данному документу. Свидетели Виннифриф Локсли. Вот, брошь какую-то подбросили, да? Арнольд Шнайдер. 16 сентября. Это лодка. Рядом какой-то пристани убили, да? Их в порту в каком-то убили. А что они там делают в порту-то? По ночам. Вот какой-то предмет тоже подбросили. Карл Фишер. И дождь идет. И тогда дождь шел, и сейчас дождь... А что у вас? Постоянно по ночам дожди идут? Тут тоже дождь идет. Дольф Ратт. Вон там тоже. Какая-то штучка валяется, амулет, да? А значит, каким-то образом этот убийца связан с этими людьми, не просто так он их убивает, он им типа возвращает что-то, да? Возможно, они его или ее даже. Судя по предметам, амулет, брошь, гребень для волос. Как-то обидели в свое время, да? Она им сейчас какие-то предметы свои личные возвращает, типа на. Сволочь, возвращаю тебе и убиваю тебе, возвращаю тебе должное. Что-то такое, наверное, тут. Интересно. Хм, кухонным ножом удары в грудь. Ну и силища должна быть у этого ублюдка. На фотографиях рядом с жертвами какие-то украшения. Интересно. Может, какое-то послание? Товарищ Штрассер, Фрэнк, я знаю одно из них, а мне кажется, это принадлежит моей подруге Элизабет Филлер. Ты уверен, Рэй? Мало ли похожих украшений. Элизабет как-то рассказывала мне, что это ручная работа. Думаю, она уникальна. Дело расследуем. Всего пять минут, а уже есть зацепка. Ладно, вы поезжайте поговорить с Элизабет, а я отправлюсь со всем этим в ОВБ. Заставлю их собрать побольше информации, найти подозреваемых, а то пока выходит какая-то ерунда. Договорились, товарищ Штрассер. У меня как раз рабочий день уже заканчивается, Рэй. Подожди меня немного внизу, ладно? Я скоро спущусь. А, без проблем. Что ж, удачи вам. До свидания, Фрэнсис. До свидания, товарищ Штрассер. Был рад вас увидеть. Ты смотри, какой оборот тут, да? Принимают дела. Так, минус четыре у нас отношение партии. Нормально. Ой, смотри, посмотри, растет отношение города, Арсомский район, Вольфрамский. Блин, поднять бы Шахтерский район. Но Шахтерский район поднимется, когда мы манифестацию этого митинга разрешили. Они помитингуют и поднимется отношение к ним. Возможно, я выйду к ним, гарантирую, что завершу эту реформу, эту отменю, вернее, медицинское страхование новое, старое вернуть и так далее. Получат достижение с 20 сентября и достижение к нам улучшится и отлично все будет. А, позвонил Элизабет. Пока тебя дожидался. А, сейчас у своей подруги, Анна Тернер. Да, она дочь Лесли. Поедем на моей машине. А, и почему это у главы горкома нет автомобиля, а у тебя есть? А, потому что у тебя есть личный водитель, умник. Меньше слова, больше дела. Пошли. А, привет, Лис, Анна. Примите наши с товарищем Ривером соболезнования. Спасибо, Рион, товарищ Ривер. Очень приятно, что сам глава горкома беспокоен такими вещами. А, честно говоря, товарищ Тернер, мы здесь не только по этой причине, а мы узнали, что у Элизабет пропало какое-то украшение и хотели бы поговорить с ней об этом. А, нет, нет, ничего не пропало. Когда мы узнали, что... Лесли. А, тише, дорогая, не плачь. А, когда Лесли не встала, мы решили отдать Анне украшения, которые ее мать когда-то нам подарила. Мы же учились, да, отлично. А я нашла скупщика и продала ему эти украшения. Я знаю, это незаконно, но я должна была похоронить мать. Вы ведь знаете, что делают с телами, когда родственники не могут их забрать. А, она не стоила этого делать. Все-таки это украшение сделал отец Лесли. Да, и мы могли бы помочь деньгами. Ализи, мы это уже обсуждали. Я ценю вашу заботу, но я сама могу позаботиться о себе и своей матери. У меня хватит сил. Это и правда самая сильная женщина из всех, кого я знаю, Анна. По-настоящему сильная. Ну, продала и продала. Это выбор Анны. Не нам судить, да, Фрэнк? Твоя правда, Рэй? Извините, что вы беспокоили. Спасибо за помощь, товарищ Чернер. Может, стоит прижать этого скупщика? А, не стоит. Это наверняка кто-то из моих информаторов. А, под них копать мне не с руки. Привыкай. Не знаю, получится ли, но так скажешь. Воскресенье, 18... В смысле, я в воскресенье буду работать, что ли? Воскресный же день. Хотя бы телефон не звонит. Спасибо, мой друг, за просмотр. Ставь лайк, если понравилась данная серия. Ставь лайк, если тебе не понравилось. Подписывайся, чтобы не пропустить следующую серию. Будем ловить маньяка, серийного убийцы, будем расследовать это дела и прочие обращения граждан и все остальное. У нас там новые квесты. Все это будет в следующей серии. И до встречи в ней. Пока. Субтитры подогнал «Симон»